Жиры – это необходимый компонент питания, который выполняет множество функций. Дает нам энергию, стимулирует мозговую деятельность, служит строительным материалом для клеток и тканей, участвует в усвоении витаминов А, Д, Е и К и помогает регулировать обмен веществ. Поэтому есть жиры можно и даже нужно. Главное – это уметь отличить полезные от вредных и придерживаться правильного соотношения элементов в рационе. В этом видео поговорим о роли жиров в нашем организме, их видах и о том, какие из них полезны, а какие могут нанести серьезный вред. По рекомендациям Всемирной организации здравоохранения, количество жиров в рационе должно составлять от 15 до 30%. Недостаточное количество жиров в рационе проявляется такими симптомами, как шелушащаяся сухая и склонная к раздражениям кожа, тусклые и ломкие волосы, раздражение слизистых, быстрая утомляемость и агрессия, суставные боли, ухудшение зрения, плохая переносимость холода и гормональные нарушения. Даже при диетическом питании, направленном на уменьшение массы тела, сокращать количество жиров не рекомендуется. Это может привести к замедлению метаболизма и перестройке нашего организма на накапливание получаемой энергии. В результате, при возвращении к обычному рациону, лишний вес быстро вернется. Только поняв природу жиров, мы сможем грамотно составить свой рацион и получить от них максимальную пользу. Итак, жиры – это органические соединения, состоящие из глицерина и жирных кислот. И как раз от химического строения последних зависит их роль в организме. Так выделяют несколько крупных групп, которые присутствуют в продуктах питания человека – насыщенные, ненасыщенные и трансжиры. Прежде всего, необходимо понять разницу между насыщенными и ненасыщенными жирами. Если смотреть поверхностно, то насыщенный жир при комнатной температуре будет твердым. Хороший пример – это свиной жир. А ненасыщенные жиры при комнатной температуре становятся мягкими или жидкими. Например, растительное масло. С химической же точки зрения, все жиры состоят из длинных цепочек атомов углерода с прикрепленными сбоку атомами кислорода и водорода. У ненасыщенных жиров есть одна или несколько открытых позиций, чтобы организм мог прикрепить самостоятельно атомы водорода в процессе пищеварения. Насыщенные жиры уже полностью укомплектованы водородом, так что организму сложнее расщеплять их для эффективного использования. А теперь давайте подробнее рассмотрим каждый из видов жиров. В то время как некоторые эксперты предупреждают, что чрезмерное потребление или даже умеренное количество может негативно повлиять на здоровье, другие утверждают, что насыщенные жиры по своей природе не вредны и могут быть включены в состав здоровой диеты. Давайте прольем свет на эту важную и часто неправильно понимаемую тему. Недавние исследования пошатнули старые убеждения, что насыщенные жиры несут ответственность за сердечно-сосудистые болезни и ожирение. Еще в 2010 году журналом American Journal of Clinical Nutrition было проведено масштабное исследование. В его рамках не удалось найти никаких серьезных доказательств того, что употребление этих жиров связано с повышенным риском заболеваний сердца и сосудов. В 2014 году другое исследование подтвердило эти выводы, не обнаружив связи между ограничением употребления насыщенных жиров и улучшением работы сердечно-сосудистой системы. В 2015 году British Journal of Medicine опубликовал крупнейшее на сегодняшний день исследование, сделавшее вывод, что насыщенные жиры вовсе не связаны с ухудшением здоровья сердца. Кроме того, они напрямую влияют на выработку мужского гормона тестостерона и женского гормона эстрогена. Они важны при беременности и улучшают усваивание жирорастворимых витаминов. Эти исследования показывают, что не все насыщенные жиры являются убийцами сосудов, а их устранение из диеты на протяжении многих лет, возможно, даже ускорит рост числа сердечно-сосудистых заболеваний. Основные источники насыщенных жиров – это продукты животного происхождения. Мясо, например, говядина, баранина или свинина, птица, молочные продукты, яйца и некоторые растительные, например, кокос или масло какао-бобов. Самым высоким содержанием насыщенных жиров отличаются пальмовое и кокосовое масла. В настоящее время редко встречаются продукты с содержанием только одного вида триглицеридов. Как правило, в составе также есть ненасыщенные жиры. В пальмовом жире содержится высокая концентрация витаминов группы А, Е и антиоксидантов. Но обязательно стоит учитывать, что насыщенные жиры приносят пользу для организма лишь в составе нерафинированного пальмового масла. При рафинировании оно теряет ценные биологические элементы. Преобладающее количество пальмовых масел, которые представлены в розничной торговле и другие содержащие их продукты, подвергаются гидрогенизации, при которой вырабатываются трансжиры. О них мы подробнее поговорим чуть позже. Включение в меню питания масла кокоса приводит к уменьшению рисков появления инфарктов миокарда и инсультов, а также ускорению метаболизма, уничтожению некоторых видов бактерий, грибков и вирусов, которые провоцируют развитие инфекционно-воспалительных заболеваний. Также употребление кокосового масла способствует угнетению центров голода в головном мозге, помогая регулировать наш аппетит. Содержащиеся в нем жиры устойчивы к повышенным температурам. Уменьшается доля полезных элементов, но при этом не вырабатываются канцерогенные вещества. Естественно, не все насыщенные жиры полезны, и даже полезные нужно употреблять в умеренных количествах. Суточный рацион человека на 5% должен состоять из насыщенных жиров. На 1 кг веса следует употреблять 1 или 1,3 г насыщенных жирных кислот. К примеру, необходимое количество содержится в 2 чайных ложках оливкового масла. Диетологи рекомендуют исключить из своего рациона жирную свинину и продукты из переработанного мяса, которые содержат большое количество скрытого жира. Это хорошо знакомые всем сосиски, колбасы и полуфабрикаты. Также лучше уменьшить употребление сыра, так как насыщенные жиры в его составе сильно повышают уровень холестерина, что чревато появлением сердечных заболеваний. И переходим к следующей группе жиров. Ненасыщенные жиры – это группа полезных веществ, которые необходимы для построения клеток нашего организма, регуляции обменных процессов и уменьшения выработки гормона стресса или кортизола. Среди поклонников здорового питания ненасыщенные жиры занимают первое место. К ним относятся мононенасыщенные и полиненасыщенные жирные кислоты. Полиненасыщенные жиры в больших количествах содержат кислоты омега-3 и омега-6, которые крайне важны для ведения активного образа жизни, поддержания красоты кожного покрова, а также волос и ногтей. Во время любой диеты продукты, содержащие данные кислоты, ни в коем случае не должны исключаться из рациона. Без омега-3 не могут нормально работать нервные и иммунные системы. Этот комплекс также регулирует свертываемость крови, сокращение и расслабление стенок артерий. Омега-3 жирные кислоты содержатся в жирной рыбе, в лососе, тунце, селедке, фореле или скумбрии, в некоторых других морепродуктах, устрицах, сардинах, красной или черной икре, а также в маслах. За что же отвечает комплекс омега-6? Больше всего он отвечает за обменные процессы в организме. Он улучшает состояние кожи и снимает эмоциональное напряжение. Омега-6 есть в подсолнечном, соевом, горчичном, кукурузном маслах, масле виноградных косточек и в некоторых видах орехов. Например, грецком, бразильском, пекане, миндале, фундуке, арахисе и фисташках. В мононенасыщенных жирах в больших количествах присутствуют жирные кислоты омега-9. Кислоты омега-9 служат в профилактике инфарктов мозга и сердца, регулируют уровень холестерина в крови и углеводный обмен. Улучшают память и имеют противовоспалительное действие. Они есть в оливковом, рапсовом, горчичном, сливочном масле, авокадо и оливках. Хочу остановить свое внимание на таком полезном продукте, как оливковое масло. Оно чемпион среди растительных масел по количеству олеиновой кислоты. Кроме того, в нем есть омега-3 и омега-6, насыщенные жиры, витамины К, Е и много антиоксидантов. Еще один уникальный продукт – это авокадо, который также богат олеиновой кислотой. Содержит омега-3 и омега-6 кислоты, насыщенные жиры, калий, витамины К и В9, а также много клетчатки. Этот плод прекрасно утоляет голод и способствует снижению веса, а его масло можно использовать для жарки. Авокадо сочетается с самыми разными блюдами – с рыбой, салатом, яйцами, так что оно значительно разнообразит ваше меню и принесет много пользы организму. А теперь переходим к самому вредному виду жиров. Трансжиры известны также под другим названием – гидрогенизированные жиры. Они получаются в процессе гидрогенизации, превращающей жидкие растительные масла в твердые жиры. Это позволяет заменять сливочное масло или чистый животный жир более дешевыми аналогами. Трансжиры могут скрываться во всех видах переработанных пищевых продуктов, начиная от картофеля фри и заканчивая обычным печеньем. Это неудивительно. Они более дешевые, лучше хранятся и транспортируются, а также ведут себя более предсказуемо в процессе приготовления, чем их животные аналоги. То, что наличие их в питании вредно для здоровья – это хорошо доказанный факт. В первую очередь они повышают уровень плохого холестерина, который создает налет на стенках сосудов, что приводит к атеросклерозу, повышению давления и риску инсультов и сердечных приступов. Также они могут создать условия для возникновения диабета второго типа. В настоящее время различные ассоциации, которые борются за здоровье человека и натуральность нашего с вами питания, признают трансжиры небезопасными для приема в пищу. Обратите внимание, что все еще могут использоваться так называемые частично гидрогенизированные трансжиры. А если их содержание не превышает 0,5 граммов на порцию, то и вовсе их количество может быть указано как нулевое. Большинство пищевых жиров оказались не такими вредными, как мы думали раньше. Мононенасыщенные и полиненасыщенные жиры уже давно ассоциируются со здоровым образом жизни. А новые исследования показывают, что даже когда-то обвиняемые во всех грехах насыщенные жиры могут приносить нам некоторую пользу. Не забывайте, что жиры – это строительный материал для клеточных мембран и нервных оболочек. Отказ от них смертельно опасен. Они участвуют в процессе свертывания крови, регулируют воспаление, помогают усваивать витамины, превращаются в гормоны, которые контролируют сытость, регулируют уровень сахара в крови и даже нормализуют липидный обмен, что в перспективе помогает похудеть и избавиться от жира на животе. Также нужно понимать, что организм не умеет производить ненасыщенные жиры, поэтому очень важно, чтобы они поступали с пищей. Ешьте больше авокадо, орехов и рыбы, но не забывайте о калориях. Готовьте только на негидрогенизированных растительных маслах, к примеру, на оливковом, которое является прекрасным источником полезных жиров. А вот трансжиров я вам советую избегать совсем. Кроме дешевизны и удобства для производителей нездоровой еды, ничего положительного в них нет.